Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор покупок из интернет-магазина Галамарт. Вот такая вот огромная коробка. Мы с вами начинаем готовиться уже к Новому году. Итак, поехали! Заказ большой и интересный. Почему в интернет-магазине? Потому что это удобно и вообще сейчас, мне кажется, в наше время доставки рулят. Первое, что покажу, это швабра. Смотрите, как она упакована. Заказала себе новую швабру и решила обновить, потому что моя уже очень-очень-очень давно. Я у нее уже и насадки меняла, а сейчас мне хочется совсем новую. Она очень добротно упакована. Я сейчас распакую ее, потом покажу. Какой-то звездец. Галамарт, не надо так делать. Не упаковывайте так. Я понимаю, что вы заботитесь о клиентах, но вот я сейчас материлась. Я минут 15 ее вскрывала. Это обычная вот такая вот швабра с ручкой, с отжимом. То есть ручки ваши с водой не контактируют. Фирма Вета. Я разные беру их, да, периодически. Кстати, пришла ржавая. Вот здесь они частенько такие приходят. Ничего в этом страшного не вижу, потому что стоят копейки. Я забыла, кладут они чек или не кладут. Если кладут, я вам его потом покажу. А если не кладут, будут цены подписывать. Ух, в общем, это такой материал. ПВХ, по-моему, если я не ошибаюсь. Я вам уже наш... ПВА, ПВА, швабра ПВА. Материал стал пластик, сталь пластик. Один ряд роликов. Губка отличается высокой гигроскопичностью. Да, все верно. То есть эта губка размокает. Сейчас она деревянная практически. Она становится мягкой и все в себя впитывает. Мне очень нравится убираться этими швабрами. Я убираюсь только такими швабрами много-много лет, перепробовав вообще миллион швабр. Каждую соринку, каждую пылинку убирает с пола. Потому что меня очень весит. Даже если вот маленькая соринка на полу, я люблю ходить босиком. И меня это раздражает на самом деле. А вот эти швабры, они идеально чисто моют полы. Вот такая конструкция. Все, она отжимает, все нормально. Ручка телескопическая. Раздвигается. То есть на ту длину, на которую вам удобно. Поэтому все супер. Так, теперь будем вскрывать коробку. Надеюсь, здесь таких проблем не возникнет. Видите, как все упаковано. Сверху переложено бумагой, да. Сейчас вместе с вами все будем смотреть потихонечку. Первое, что покажу, это вот такая вешалка. У нас сейчас абсолютно такая же в ванной взяла, потому что надо. Вешалка настенная, 6 крючков эконом металл. Стоила тоже кофейки. Размер 32 на 5 на 3,5 сантиметров. Она такая, знаете, сильно тяжелая, и вот вещи не держит. Допустим, когда у нас много полотенца на ней висит, то есть 6, 8, 10, они вот так крючочки могут под тяжестью, в общем, отгинаться. Но они легко загинаются обратно. То есть, видите, вот этот я сейчас подогнула посильней. Вот. Это Vetta марка. Ну, такая вот бюджетная вешалка. Пригодится. И еще одна, не совсем бюджетная. Нет, но она тоже бюджетная. В Гламарте почти все бюджетная, хотя сейчас там такой ассортимент вообще дикий. Давно не заходила на их сайт, то есть там можно для дома вообще все найти. Для дома, косметику и так далее. Там ассортимент богатейший. Вот такую вот крепкую вешалку взяла для верхней одежды. Кстати, тоже Vetta. И она уже гораздо крепче предыдущей. Коричневая. Вот так выглядит этикетка Vetta Vetta Vesalka. То есть здесь уже она добротная, она потяжелее. Все, и это уже не отогнется точно. Пять крючков на стены Баба-Яга. У них все там с Бабой-Ягой сейчас. Здесь такие пластмассовые надеты штучки. Ну, классная, классная такая вешалочка. Блестящая, железная, добротная. Так, поехали дальше. В чем я тут уже испачкала свои ногти? В чем-то черном. Откуда? Так, из бытовых покупочек. Вот такие пакеты для заморозки. У них тут тоже Баба-Яга адресована. Пакеты всегда нужны. Я их беру не для заморозки, а мы просто ими пользуемся, потому что они гораздо прочнее обычных. Здесь у нас 30 штук, 3 литра, 20 на 30 сантиметров. Они действительно прочнее, просто чем обычные пакеты, потому что, поэтому они нравятся. Так, и взяла еще мешки для мусора. 50 литров, по-моему, с завязками. Желтые 10 штук, если я не... Даже с завязками. Вот такие вот мешочки. Обычные, в принципе. Ну, средней такой плотности. Почему-то они в точку, да. И вот они, завязочки здесь будут у нас. Вот такие. Полиэтиленовые тоже, да. С двух сторон. Без запха. А то у нас же есть с вами запха. Мешки фикс прайс, по крайней мере, точно. Но я думаю, была Мартин. Взяла вот такой вот набор губок. Почему-то они у нас в упаковке. Кухончики, да, должны быть сплюснуты. Здесь, получается, была нарушена, что ли, герметизация, да. Потому что, кто брал вот эти кухончики, знает, они приходят вообще вот такие вот сплющенные. То есть прям сплющенные, сплющенные. А здесь они уже расправленные, кухончики в упаковке. То есть, видите, толстенькие. Мне нравятся вот эти губки. Очень нравятся. Они бюджетные. Они классно отмывают. У них есть как бы жесткая сторона вот эта черная. И обычная. Вообще супер. Так, дальше. Прям по порядку все достаю. А, купила сантиметр. Сантиметр портновский. И он в виде рулетки. Мне вот такой вот надо было. Я его нашла в Галамарте. Полтора метра здесь. Совсем бюджетно тоже стоил. Сейчас мы его с вами скроем. Посмотрю. У меня есть обычный. Но мне не нравится. Он постоянно где-то теряется. Надо сматывать, заматывать, хранить. А в формате рулетки, мне кажется, это очень удобно. Вот как выглядит. И мы берем с вами. Хоп. И погнали. Отодвигаем. Есть, кстати, ограничитель, по-моему. Нет? Да, это ограничитель. Вот эта кнопочка, это ограничитель. Вообще круто. Слушайте, очень удобно. Так, теперь что? Как нам его закрыть? А как нам его убрать назад? Кто знает? Кто знает, как нам его убрать назад? Он не убирается назад. Просто закатывать руками, это, конечно, не айс. Если просто закатывать руками. Ну, закатывается, конечно, но... Ой! Боже! Это было страшно, девчонки. Ну, убирайся до конца. Работает. Вообще супер вещь, значит. Так, взяла две тканевые масочки. Нам с Ксюшей. Бюджетненько. Типа корейские. Но я сомневаюсь, скорее всего, это будет Китай. У нас с вами импортер Москва. Изготовлено в Корее. Слушайте, корейские. Вот такие вот две маски. Сзади этикетка по-русски написана. С жемчугом и с зеленым... Да и что с голосом? Того, как меня рулетка напугала. С жемчугом и с зеленым чаем. Вот такие вот. Попробуем. Так, что это у меня такое большое? А, это у меня интерьерные наклеечки, девчонки, на окна. Я взяла девочкам своим, чтобы была у них красота. Наклейка. И они такие шершавые. Они блестящие. И наклеиваются они, судя по всему, смотрите как. Сейчас покажу. Ну, просто, грубо говоря, вот тут отклеиваются. Вот как они будут выглядеть на окне. Да, видите, какие такие силиконовые основы. Средней плотности и толщины. Такие снежиночки разных размеров. Красивые, мне кажется, подбирала весь этот декор в тон, потому что у нас с вами год синего или голубого, не знаю, как правильно, тигра. Поэтому брала вот все в таких расцветках. Наклейка ПВХ со снежинками. Хамелеон 30 на 42 сантиметра. В Галамарте вообще так же, как, наверное, и Фикс Прайс. Но Фикс Прайс просто в интернет-магазине очень скудный выбор. В Галамарте он огромный. Так, взяла вот такую игрушку. Крестюшки. Помню, 200 с чем-то рублей, мне кажется, она стоила. Совенок, интерактивный питомец, стихи, потешки, забавные звуки, развитие моторики, русская народная сказка, бобовое зернышко и две потешки. Гуля сизый голубок, ай-гу-гу, ай-гу-гу. Так написано, девчонки. 10 фраз и звуков. Так, здесь написано было, что батарейки в комплекте. 12 месяцев плюс написано, но я думаю, это не критично. Сейчас мы с вами питомца извлечем. Вот такой он хорошенький, маленький. Они, питомцы там разные, я выбрала именно совенка. Заглушка стоит на батареечках у нас с вами, да? Мы ее вот так... Сзади есть кнопка выключения. Выключили. Включили. Привет, у-у-у-у, нажми на кнопку. Я житель, яль, почеши мне за ушком. Давай споем песенку. Давай. Пой. Ну, прикольно же. Ну, прикольно. Игрушка, слушайте, она такая добротная, из плотного пластика. Посмотрю, не испугается ли Крестюшка, как будет играть. Господи, что так и не придумать. Дальше я взяла Крестюше. Вот такой карнавальный набор на Новый год для фотосессии. Смотрите, какая красота. Можно было выбрать расцветку. Когда выбираем тот или иной товар, если кто-то не делал заказ в интернет-магазине Гломарт, там хотите ли написать пожелание. Вот в пожелании пишешь цвет, какой тебе нужен. Я пока распаковывать, наверное, не буду. Смотрите, здесь ободок. Вот он ободок и бабочки на кончиках ободка, да, на пружинках вот таких вот. Так, здесь у нас крылышки, которые на резинке. Здесь резинки. И волшебный тип этого палочка, да, вот она палочка, на конце тоже бабочка. Очень красивый набор. Пока у меня к нему никаких нареканий. То есть, вроде все более-менее сделано качественно и красиво. Мне кажется, это будет чудо. Это будет просто чудо. Уже хочется ее будет так пофоткать. Вообще красота. Так, как он называется? Это Snow Boom у нас с вами марка. Snow Boom, да. Это новогодний карнавальный аксессуар. 41 на 49 сантиметров. Написано для лиц старше 14 лет. Почему так? Что там такого, что он для лиц старше 14 лет? Не знаю. Ладно, вот такой наборчик. Поехали дальше. Дальше шары. Я взяла их тоже в синим, голубом и серебряном цвете, да. Вот такие вот серебряные. Просто без всего. 71 рубль, по-моему. Так, это у нас марка какая? Snow Boom тоже 6 штук шаров по 6 сантиметров. Они уже с завязками. Завязки тоже серебряные, что очень ценно. Это пластик, по-моему. Пластик, да. Это пластик. Потому что дети, поэтому пластик. Абсолютно такие же синие. И у них тоже серебряные завязочки под серебро. Пластик. Сами шары вроде нигде не покоцаны. Не вижу царапин. То есть все в этом плане нормально. Хотя нет. Вот один, вот немножечко покоцанный. Вот тут вот видно. Ну ладно, на елке это сильно в глаза бросаться не будет. Вот такие вот шарики в таком сине-серебряном дизайне, скажем так. Еще есть. Вот такой вот шарик Snow Boom. Ой, мне кажется, он сыпаться будет. Девчонки, тут сплошные пайетки. Он даже уже вот липкий слой, он в этих пайетках. Здесь тоже серебряный хвостик такой. Я его прям доставать сейчас не буду, иначе я весь по-бою себе усыплю. И смотрите, вот как он выглядит. То есть здесь сплошные пайетки, мелкие и крупные. Это тоже пластик, на который налеплено вот такое огромное просто количество пайеток. Он красивый, я не спорю. Мне кажется, он дико будет просто сыпаться. Просто дико. Так, дальше. Ой, какая маленькая. Я думала, она больше, девчонки. Заводная страшилка. Не знаю, тоже испугается Крестюшка или нет. Прыкскок. Это челюсти, глаза. Челюсть мне попалась, потому что я потом посмотрела, я не написала пожелания к этой игрушке. А хотелось именно челюсть. Челюсть желтая. Это такая инерционная получается игрушка. То есть она заводится. Ну, вы поняли, да? Она бежит и щелкает свои челюсти. Ну, прикольная штука. Мне кажется, Крестюшка может и поржать. С нее. Она бежит и хлопает челюстью. Ну, все, давай, успокаивайся. И пока не дощелкать, но и не успокоиться. Все. Все. В общем, вот такая вот штукенция. Не, не все. Игра Лэн. Заводная игрушка Прыкскок 3+. Вот так называется заводная страшилка. Там даже какие-то черепа были. Хорошо, что мне не положили череп. Прикольная штучка. Я думала, она, правда, будет покрупнее, на самом деле, как и совсем мелкая. Взяла Ксюши шарик. Хэппи шоколадное удовольствие. Вот так он выглядит. Сегодня будет с ним ванну принимать. 130 грамм. И он безумно круто пахнет. Ой, каким-то шоколадным пудингом. Шоколад с ванилью. Очень вкусно пахнет через упаковочку даже. Мне кажется, это вот пломбир с шоколадом. Вот что-то такой-такой аромат. Классный. Здоровский аромат вообще. Так. Взяла коврик, девчонки. Не знаю пока, куда его положу. То ли как предверный, то ли в ванну. Это тоже у нас с вами вето. Коврик велюровой. Плитка. Причем я просила зеленый в комментариях. Это зеленый? Не знаю, мне кажется, что тут может быть хаки цвет. Не знаю. Антискользящая основа. 100% качество. 35 на 55 сантиметров. Комфортный дом. Полиэстер. 100%. Тоже вот как запакуют. Прям к самому коврику приклеили. В одном месте. Смотрите. Разве так можно? Коврик вроде не повредился. Так. Вот как он выглядит. И даже крючочек. То есть под плиточку, да, такой узор на него. Вот такого он размера. Здесь действительно антискользящая основа. То есть вот эти все рисунки, они прорезиненные. Вот так он обработан. Подшит. Нормальный коврик. Он был достаточно бюджетным. Поэтому в принципе нормальный. Мне нравится. Правда цвет не тот, что я хотела. Но ничего страшного. По шерсти, хотела сказать. По ворсу. Но он такой совсем практически гладкошерстный. Гладковорстный. Да. Вот этот выбит рисунок плиточка. В принципе смотрится неплохо. Да. Неплохой. Так. Поехали дальше. Взяла вот такую губку-мочалку. Я вообще раньше таким любила смыть. Мне нравится и для тела, и для лица. Знаете, такой хардкор. Массажная мочалочка. Вот такая вот. То есть здесь обычная губка, а здесь вот эта вот жесткая часть. Дальше. Взяла густое масло для волос репейное. Глубокое восстановление волос от фитокосметик. Раньше всегда брала фикс-прайс. Сейчас фикс-прайс. Говорю, на сайте вообще просто нет ассортимента. А попасть в фикс-прайс возможности нет. Репейное именно взяла. Оно мне нравится. Глубокое восстановление с эффектом биоламинирования. Да, эффект биоламинирования можно получить, но не за 3 минуты, как здесь написано. Я наношу минут на 20 минимум. А если еще под шапку, а если прогреть феном, то действительно будет эффект биоламинирования. Маски классные. Масло точнее. Масло. Оно безумно дико густое. Вот на банку нажимаю, даже оно практически не выдавливается. Пахнет обалденно. Пахнет какими-то натуральными действительно репейными маслами. Люблю. Часто очень беру. Класс. Еще взяла губки для мытья посуды вот такие. Они мне тоже нравятся. Нравится им мыть посуду, особенно бутылочки. Они очень хорошо промывают соски от бутылочек. Из-за того, что вот тут такой жесткий слой и есть уголки еще вот эти. Вот очень удобно залезать в труднодоступные места для соски для бутылочек. Поэтому мне они понравились. Я их оценила. Взяла вот такой вот наборчик тоже Вета. Мыть ими хорошо и удобно и отмывают все. Так, ну что это все? Все что ли? Да, слушайте, все. Это внизу бумага еще целый комплект. Разогналась, вошла во вкус, а тут все, коробка уже пустая. Их. Конечно, большую коробку они очень выбрали для такой посылочки. Все такое легкое, маленькое, аккуратненькое. Можно было поменьше. Ну, наверное, из-за того, что крылышки такого размера и наклейки, да? Вот такой вот заказ у меня нужностей и полезностей был на этот раз в Галамарте. Пишите, что вы любите брать в Галамарте на самом деле, потому что я когда захожу на эксцент, я там просто зависаю. Ну, за один день даже нереально посмотреть весь ассортимент. Вроде ищешь, вводишь, что тебе нужно. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я вас всех люблю, целую, берегите себя и пока-пока.